Реформаторскую осень обещают украинцам и Кабмин. Пока нардепы отдыхали, министры подготовили десятки законопроектов по преобразованию пенсионной системы, а также образованию здравоохранения. Об этом сегодня в заседании правительства заявил премьер Владимир Гройсман. Все это законотворчество собираются передать в Раду, как только парламентарии вернутся на свои рабочие места. А 15 сентября еще и проект бюджета на следующий год. О грандиозных планах подробнее Ирина Романова. Правительство входит в осень, засучив рукава. Для отправки в парламент уже готовы полсотни законопроектов. Это пять реформ электронных услуг международных стандартов. Финочетности, медицинская, образовательная и пенсионная. Первые две касаются бизнеса. Вкратце презентует каждую Владимир Гройсман. Пенсионная затронет более 9 миллионов украинцев. Если Рада поддержит инициативы Кабмина, то уже с 1 октября пенсии вырастут. Уряд подготовил для этого все финансовые возможности. И мы рассчитываем на то, что эта реформа будет ухвалена уже в вересне месяце украинским парламентом. Остается незменным пенсийный век. И кто бы что сегодня не говорил, люди, которые работали в своем жизни, сумленно, они имеют абсолютное право выйти в 60 лет на пенсию. Также мы скасовываем этими законопроектами 15% оподатчивания пенсий для працующих пенсионеров. На четверть поднимут в следующем году зарплаты педагогов в рапках реформы образования. Вырастут и выплаты медикам, анонсирует премьер реформу здравоохранения. Место финансирования и кое-какое место деньги будут выделять под конкретную медуслугу. Все пять реформ, надеется, Гройсман Рада утвердит до конца года. Впрочем, как и проект госбюджета 2018. А сегодня в повестке новый порядок денежного обеспечения военнослужащих. Решение, это уверяет министр обороны, революционное. Ведь старый порядок не менялся десятки лет. То, что пропонуется сегодня и принимается решение, оно значительно подвысит и социальный защит, и военнослужащих, и социальную справедливость. Министра предложения полтора К поддерживают и переходят к порядку на дорогах. Покрытие, жалуется глава госслужбы по безопасности на транспорте, массово уничтожают фуры. Только в этом году инспекторы обнаружили более 6 тысяч случаев превышения массы больших грузов. Штрафы выписали на 3,5 миллиона гривен. Но этого мало, надо ужесточать контроль. До конца вересня мы получим первую партию транспортных засобов. А это не будут просто транспортные засоби, это будут пересывные лаборатории. Это будет офис на колесах, который может ездить по всей территории Украины. Мы предлагаем резко поднять штрафы. В следующем году у нас фактически больше 100 мобильных станций габаритного контроля. И надеемся, что вместе с европейскими партнерами мы сможем построить еще 15 стационарных автоматизированных станций. Ужесточение контроля за весом фурчины Кабмина поддерживают и определяются со своим человеком в Раде. Теперь кабинет министров в парламенте будет представлять на РДП от БПП Вадим Денисенко. Ирина Романова, Сергей Килимник. Подробности телеканал Интер.